Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня поговорим с вами о теме неприятной, но важной. О грехах, так называемых, вопиющих к Богу об отмщении. Есть в Священном Писании при перечислении различных грехов одно и то же выражение, повторяющееся несколько раз, именно три раза, в разных книгах Ветхого и Нового Завета. Вообще грехов много. Апостол Павел называет в послании к евреям грех удобообстоятельным. Как пыль в воздухе не видна, пока не посветит солнце в комнате, к примеру, так и мы дышим пылью и грехами, не замечая их, пока солнце не посветит. То есть свет лампы пыль не обнаруживает. Солнечный свет в своих косых лучах проявляет все то, чем дышит человек в замкнутом помещении. Точно так же и мы с вами не замечаем грехов, пока солнце правды, Христос не осветит нашу жизнь. И когда осветит, то это зрелище бывает не очень приятным. Так вот, грехов много, но есть особые грехи, так называемые, вопиющие к Богу об отмщении, о чем я и хочу сказать. Первый раз такое выражение встречается в книге «Бытия», когда совершилось первое убийство. «Брат поднял руку на брата, Каин убивает Авеля, убивает из религиозных побуждений». То есть на земле еще очень мало людей, им не тесно. Им можно спорить не за что, за землю, за что-нибудь еще. Они могут жить где хочешь и как хочешь. При этом они убивают друг друга не из жадности, не из ревности, не из каких-нибудь других земных вещей, а убивает брат брата из религиозных мотивов. Вопрос возникает, чья жертва Богу приятнее. Это вообще факт страшный и достойный для того, чтобы задуматься над ним. Первое убийство было по религиозным мотивам, из зависти и ненависти за то, что молитва его угоднее Богу, чем молитва моя. Оба приносят жертвы, Каин тоже жертву приносит. То есть есть Каиновые жертвы, когда жертва приносится, но Бог не умилостивляется. И в это время Господь, когда совершилось убийство, и земля отверзла уста, чтобы впервые принять кровь Авелеву, Господь говорит, Каин, что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет от земли. Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Вот это первый раз встречается выражение «вопиющая кровь», кровь, гласящая к небу, зовущая Кару, привлекающая к себе внимание Божие. Потом это выражение повторяется опять-таки в книге «Бытия», где говорится о жителях Содома и Гоморы. Если помните, Авраам отдыхает у Дубрава Мамре во времена полуденного зноя, земля плавится от жары, как это на востоке, значит, в полдень он видит трех путников и оказывает им милосердие, желает умыть им ноги, накормить их, не зная, кто это. А это Господь движется в Содом для того, чтобы уничтожить Содом. И происходит диалог Авраама и Господа о Содоме, в котором Господь говорит, что вопль содомский и гоморский умножился, доходит вопль до небес, и я иду посмотреть, так ли все это, как я слышу. То есть вездесущий Бог удивляется, так ли это, и совершает особенное посещение Содома и Гоморы, чтобы как бы воочию, как бы вблизи посмотреть, неужели действительно то, что я слышу от небес, происходит на земле во истину, неужели так живут люди? Господь сходит, чтобы посмотреть, и в конце концов заканчивается истреблением города. Знаменательно то, что Авраам молится о городе и просит Бога, чтобы он не губил праведников с грешниками. Если найдется 50 праведников, то чтобы он пощадил город. Господь обещает пощадить, потом идет разговор о 30, 20, 10, и Господь замолкает и не желает более разговаривать. Там оказался один только лот, который был спасен и не погиб вместе с городом. Вот второй раз повторяется то же выражение, что вопль Содомский и Гоморский умножился. То есть вопль притеснения, вопль беззакония, может быть, это были вопли развращаемых и насилуемых, может быть, это был вопль, неслышный вопль совести людей, которая, задавленная грехами, таки продолжала вопить и стонать, и Господь этот голос слышал. То есть Содомиты, скверно живущие, мужи с мужами, жены с женами, то есть неистово развратные, полагающие цель жизни в безобразиях и плотских невообразимых гадостях, положившие себя как главная цель жизни, вот жили так, что до неба это было слышно. Это очень важно, в сегодняшнее время особенно. Наконец, третий раз, минуя все пространство Ветхого Завета, мы в третий раз только в Новом Завете встречаем подобное выражение у апостола Иякова, брата Господня, в его соборном послании. Он много посвящает место в послании обличению богатых. Он говорит, что вот вы собрали себе много богатств, но одежда ваша изъедены молью, богатство ваше изоржавело, и суд Божий приближается, и что вы будете делать тогда? И в частности, он, говоря о богатых и укоряя, упрекая их за жестосердечие, за чванство, за гордость, за нежелание веровать, за притеснение бедных, сирот, вдов, говорит, что вы собрали урожай руками жнецов, руками рабочих, наемных, но плату им не заплатили. И вот вопль жнецов поднимается в уши Господа Саваофа. То есть Бог слушает вопль, гневный ропот, и вопль об отмщении, об защите со стороны людей, которые работали, но не получили законную зарплату. Ну, третий грех упоминается такой, который вызывает ту же реакцию в Писании. Поднимается вопль к небу. Я перечислю вам эти три греха еще раз. Запомнить их несложно. Это брата убийства или, может быть, вообще человека убийства. Это первое. Второе – это садомские грехи, то есть неистовый разврат. То есть разврат как цель жизни, разврат как состояние уже измененного ума и исковерканной природы, когда человек уже теряет, в общем-то, уже свое и человечество, превращается в нечто такое, чего Бог не творил. И третье – это удержание законной платы у наемника, то есть пользование чужим трудом при утаивании законно заработанных денег у этого человека. Вот три жуткие вещи, которые поднимаются к небу. Среди прочих грехов все грехи остальные, может быть, ползают, как змеи, по земле, чтобы жалить человека, но эти, как драконы, взмывают увысь. И этих слышно там. Есть цивилизации, которые, знаете ли, отличаются или тем, или тем. Вот, например, у нас до сегодняшнего дня традиционно сохраняется предубеждение и нетолерантное отношение, так мягко говоря, вот к этим всем нетрадиционным отношениям, к изменению пола, к сожительству мужчин с мужчинами, женщин с женщинами. И слава тебе, Господи. То есть корневая, природная, естественная мораль, плюс тысячелетняя история христианства воспитали в нас презрение и ненависть, эта ненависть может быть священна, к некоторым порокам, которые мы не хотим терпеть и не хотим, чтобы они узаконились. Мы знаем, что они не исчезают, что они уходят вглубь, сохраняются в разных эпохах, в разные времена, но мы не желаем называть их достойными, как бы позволенными и возможными, не желаем узаконивать порок и терпеть этого не можем. И это может быть одна из тех похвал маленьких, которых мы еще достойны. В апокалипсисе есть такие слова, что много ты совершил плохого, потерял то, что имел, но одно в тебе хорошо, говорит Господь, то, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. То есть одна из церквей малоазийских не терпела развратников. И Господь говорит, то, что ты их ненавидишь, это хорошо, потому что и я их ненавижу. То есть у нас это есть. Дай Бог, чтобы не улетучилось это, чтобы мы не дожили до того времени, когда молодежь будет бесстрашно и беззаконно жить, как к этому стремятся вот эти проповедники сексуального реформаторства. Но другая беда у нас, значит, в отличие от западного мира, где они реализовали на практике социалистические принципы от каждого по способности, каждому по труду, где есть социальная защищенность, и человек более комфортно живет, это тоже плоды христианства. У нас нет, у нас массовое обнищание, обогащение одних, обнищение других. Это дикие времена, которые были в западных странах в начале 20 века или в конце 19. И у нас утаивается плата, заработанная наемниками, не выплачиваются пенсии, индексируются неправильно то и другое. И одним словом, есть тысячи лазейки и махинаций для того, чтобы бедного сделать еще беднее, а богатому еще больше обогатиться. Это грехи, вопиющие к небу об отмщении. Но убийство – это то, что совершалось везде и совершается всегда, как на западе, так и на востоке, как на юге, так и на севере. По разным причинам, по религиозным, нерелигиозным. Мотивированно он, не мотивировано. Люди, к сожалению, дерзают проливать кровь людей. И это тоже то, что тревожит небо и то, что не дает нам быть счастливыми. Вообще забудьте о счастье, братья и сестры. Он не придет внезапно, не постучится нам в дверь, как неожиданно пришедший забытый родственник. Его нужно достигать и зарабатывать. Его нужно шить и строить, его нужно вымаливать и дожидаться. А при такой жизни, которую ведем мы, в частности, и человечество в целом, удивление только одно вызывает. Как Бог терпит до сих пор род человеческий и не сходит посмотреть еще раз, так ли это все, как достигает вопль наша земной до небесных обителей. Вот три греха, которые стоит знать для того, чтобы их не совершать. Дал бы Бог, чтобы мы с вами не влезли ни в первое, ни в второе, ни в третье. На этом благопожелание и попрощаемся сегодня. Ангела-хранителя, до скорой встречи.